Добрый день! Вы смотрите программу Гость редакции. Я сегодня не случайно в зеленом платье, потому что у нас в гостях председатель партии Альян Зеленых, Народная партия Глеб Фетисов. Здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Вы сегодня в красивом зеленом платье. Здравствуйте, уважаемые интернет-пользователи! Глеб Геннадьевич, лето у нас стоит сейчас жарко, но осень предстоит не менее жарко в политическом плане, потому что у нас будут происходить выборы в Госсобрании Республики Курултай. Насколько я понимаю, Ваша партия будет принимать активное участие в политической борьбе. Поделитесь, пожалуйста, планами регионального отделения Альянса Зеленых, Народной партии относительно выборов в Госсобрании Курултай. Партия приняла решение участвовать в выборах. Сегодня состоялась региональная конференция, на которой была сформирована команда. Партия считает, что название этой команды должно быть «Командой Фетисова». Для меня это очень почетно, что региональное отделение считает, что я могу поддержать их на этих выборах и усилить их позицию. Очень важно, что мы будем принимать участие в выборах не только в высшие законодательные органы власти Республики, в Башкортостан, в Курултай, но мы приняли сегодня решение участвовать и в выборах на муниципальном уровне, в Белорецком районе и в Беске. Команда будет костяком всей деятельности регионального отделения, вплоть до выборов в Государственную Думу в 2016 году. Что касается Курултай и выборов 8 сентября в Курултай, мы пойдем и списком, и пойдем по одномандатным округам. Списки будут сформированы 3 июля. Костяк списка составят именно люди из команды. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы подчеркиваем и говорим, что мы новая партия, у нас нестандартные ходы. И мы считаем, что ключевым словом является именно слово «команда», потому что список — это просто бумажка, а команда — это люди. Список — это просто на какое-то единоразовое мероприятие, в частности на выборы 8 сентября. Команда — это надолго, а желательно навсегда. Предположим, что ваша партия преодолела 7% барьер и организовала «зеленую фракцию» в Курултайе. Какая будет первая инициатива от вашей партии, которую вы предложите остальным депутатам? Первую инициативу мы предложим Курултаю и высшим исполнительным органам власти Республики Башкортостан поделиться бюджетными полномочиями и передать побольше средств в органы местного самоуправления. Потому что у нас прекрасный закон 131-й об органах местного самоуправления, он просто переписан с немецкого закона. А есть еще один очень важный аспект, который многие люди не замечают, что там, где есть «зеленые», там самый высокий уровень жизни. Вот в Европе самый высокий уровень жизни в Германии. Там 15 лет уже правящая коалиция состоит из правящей партии, из «зеленой» партии Германии. Поэтому там все разумно, там все рационально. У нас же принимает 131-й закон, все прекрасно прописали про ответственность, нагрузили местные органы власти ответственностью. Забыли про финансы. Забыли им дать денег. И деньги у нас сегодня сконцентрированы либо в федеральном центре, либо на уровне субъекта. А я считаю, что деньги должны быть там, где люди и проблемы. Там должны быть деньги. И во всех развитых странах эта бюджетная пирамида, она ровно перевернута наоборот. До 75% бюджетов находятся на уровне органов местного самоуправления. И только 25% находятся на уровне федерального центра и субъектового центра. И то эти деньги делегируются только по мере необходимости, когда органы местного самоуправления это видят. Вот недавно я посещал Дубну. 4 миллиарда рублей собираются как местных налогов. Расходных полномочий на 3,5. У них забирают сразу 2. Потом и 1,5 отдают. Спрашиваются, для чего? И так на протяжении уже 3 лет. Для чего это нужно делать? Почему нельзя оставлять сразу 3,5? А ответ очевиден. Для того, чтобы люди ходили, кланялись. Для того, чтобы они были послушны. И голосовали. И создавали возможность воровать эти деньги. Это очень важный аспект местного самоуправления. Только на местном уровне можно контролировать власть. Нельзя контролировать сегодня с местного уровня президента, администрацию президента. Или администрацию президента республики Башкортостана. Это просто невозможно физически в силу того, что не очень транспарентная деятельность. В силу того, что просто элементарно нельзя это видеть, эти финансовые потоки видеть. А вот контролировать можно только расходные полномочия тех людей, которые принимают решение закопать ямы, покрасить забор, разбить лужайку. И еще, когда есть возможность, ты высказать что-то о них думаешь, когда ты с ними сталкиваешься в магазине, на культурном каком-то мероприятии. Или просто отдыхать под одной березкой, ты можешь увидеть жену главы муниципального образования или его самого и сказать все, что ты о нем думаешь в глаза. Вот это, я считаю, один из двух ключей, которые позволят победить коррупцию. Второй ключ – это политическая конкуренция. Как вам дышится в Уфе по сравнению с другими городами? Я имею в виду не только политику, да, эту тему, политический воздух в городе, а, скажем так, именно воздух в прямом смысле атмосферный. По сравнению с Москвой, по сравнению с Иркутском, где вы были недавно. Все равно же приезжим человеком… В Уфе по сравнению с Москвой точно лучше дышится, сразу вам отвечу, однозначно. Я вообще люблю Уфу, мне очень нравится этот город, я много раз его посещал, очень нравятся люди, кухня нравится. Дышится точно лучше, чем в Москве. Вода хуже, чем в Москве. Но в Иркутске дышится лучше, чем в Уфе. Хотя в других городах, например, в той же Иркутской области, хуже дышится. Поэтому, с моей точки зрения, наверное, непосредственно в самой Уфе наиболее все-таки значимой проблемой экологической является, конечно, качество воды. Ну, это вот мне так кажется, по крайней мере, на мой взгляд. Воздух все-таки я поставил бы на второе место. Ну, а то, что все мы хотели бы, чтобы больше было зеленых насаждений, любой житель Уфы это скажет. То, что мы хотим, чтобы, конечно, было побольше общественного транспорта с электрическим приводом, это тоже очевидный факт. И как раз вот наша партия, она вот таких вот конкретных простых решений, сказать, то, что нужно жителям, сказать, там, каждодневно. Вот экологические какие-то проблемы вы будете решать в Башкирии? Все-таки я сейчас уже понимаю, что зеленые – это не только экология, да? Это зеленые в целом, скажем так, очищение общества. Но все-таки вот экология волнует Башкирии очень многих. Ну, конечно. Мы точно будем решать, так сказать, эти вопросы. И в первую очередь мы считаем, так сказать, ключевым аспектом должно стать, что сами люди должны, так сказать, определять, те, которые живут на территории, что для них является более приоритетным. Раз. И второй, сказать, чтобы была создана эффективная система общественного контроля. Что я имею в виду? Зеленый – не перпендикулярный развитию. Зеленый – и за новые заводы, и за новые предприятия, и за новые дороги, и за новые жилые микрорайоны. Мы просто не хотим, чтобы в розе ветров этого предприятия рождались дети с лейкозом. Чтобы, так сказать, там, где сбрасывают стоки в воду, рыбы, мутанты, водились. Мы за то, чтобы были современные очистные сооружения. Мы за то, чтобы предприниматели и власть разделяли принципы экологической ответственности. И чтобы у общественности была возможность экологически контролировать создание этих очистных сооружений, их эксплуатацию, их модернизацию, их техническое перевооружение. Поэтому вот такого рода, так сказать, там, инициативы мы будем вносить, если избиратели нас поддержат на выборах круто. Вот на ваш взгляд, сейчас идет год экологии, в частности, в Башкирии, да, объявлено, 2013 год. За это время в России, в Башкирии, за последние полгода вы видели какие-то изменения, которые власть предложила в плане экологии? Я не увидел. Ну, кроме, наверное, плакатов вдоль дорог «Берегите природу». Я не увидел. И для меня это страшно. И именно сегодня, на конференции, когда я обращался к своим товарищам, своим коллегам, я тоже, так сказать, пенял власть именно за то, что даже в год защиты окружающей среды закончилась весенняя сеть, или на днях закончилась весенняя сеть Государственного Думы ни одного экологического закона, ни одной экологической поправки. Думаю, что в Курлутае та же самая ситуация. А есть какие-то застрявшие, так называемые, поправки или законы, которые долго блуждают по кабинетам и не могут никак их принять? Самая застрявшая – это Архутская конвенция, которую подписала Россия еще в конце 90-х годов. В 2013 год она до сих пор не ратифицирована. А там именно как раз об информированности общественности, которая обязывает и органы государственной власти, и предпринимательское сообщество информировать об экологических выбросах, несанкционированных выбросах, выдавать вообще справедливую информацию о том, в каком состоянии находятся очистные сооружения, в каком состоянии находится воздух, вода, которая прилегает к предприятиям, и об общественном контроле. У нас почему-то эта власть не хочет ратифицировать. Или боится? А вот, на ваш взгляд, отношение такое к экологии в нашей стране, в Башкирии, которая, на мой взгляд, в этом смысле не отличается от России, такое, скажем, экология на каких-то третьих, четвертых ролях. То есть это не то, что мы должны сделать сейчас, это когда-нибудь потом. То есть это важно вроде бы, но не на первых ролях. Вот почему. И, в общем-то, у людей у наших, вы говорите об общественном контроле, но у нас люди бросают окурки, им просто так, да, бумажки. Кто же будет вообще следить? Где взять этот общественный контроль? Для того, чтобы у людей появился собственный контроль, если мы об окурках, люди должны жить достойно. Если вы посмотрите, там, вестерн, скажем, в Соединенных Штатах, как у них там жизнь была в 18 веке, там не только окурки, там и плевали, скажем, боя, скажем, и бутылки, скажем, эти бросали, скажем, там. Но как только повышается уровень жизни человека простого, у него возникает, скажем, потребность жить в чистом городе, дышать свежим воздухом, он тогда уже задумывается о потребностях другого уровня. Поэтому, конечно, я уверен, наш человек ничем не отключается от Скандинавы, от Шведа, там, и Норвегии, и Финны. Тем более, если вы помните, в Финляндии, да, абсолютно правильно, просто живут лучше. И просто власть там заботится в первую очередь о хлебе, а уже потом, сказать, там, о зрелище. Глеб, наверное, уже к завершению такой вопрос. Сейчас очень часто говорят о необходимости экологического предпринимательства. Вот, в наш взгляд, как нужно поддерживать тех людей, которые строят бизнес, и при этом еще стараются помочь планете, помочь своей стране, своему городу? Ольга, я считаю, что нам в первую очередь нужно помочь вообще предпринимательству. Это же страшный факт, что с начала года более 300 тысяч предприятий было закрыто. Власть на повышение налогов. Давайте начнем с того, что поможем просто предпринимательству. Вот как только власть продемонстрирует это желание, и как только мы увидим конкретные результаты, тогда я уверен, что наша власть способна действительно в качестве приоритетной задачи поставить и вопросы зеленой экономики, развития зеленой экономики. Сейчас я считаю, что это все просто болтовня, бла-бла-бла, и только желание как-то набрать очков и высветиться в год защиты окружающей среды. Глеб, хочу поблагодарить вас за интересное общение. Теперь я знаю, что зеленые – это не только экологи, но это люди, которые вообще хотят изумить мир. Спасибо вам за беседу. Спасибо большое, Ольга, вам за интересные вопросы. Спасибо уважаемым интернет-пользователям за то, что они, послушав это интервью, Надеюсь, не безинтересно для всех. Определятся с выбором своих, своим политическим выбором. Спасибо. Уважаемые читатели, я напомню, что сегодня в гостях программы «Гость редакции» был председатель партии «Альянс зеленых» Народная партия Глеб Фетисов. Я теперь могу точно сказать, что зеленый – мой любимый цвет. Продолжение следует...